итак дорогие друзья чикагское время 8.30 утра в москве 17.30 9 часов разница у нас с городом чикаго мы находимся на сангейс радио меня зовут майкл мельхов ну и как всегда на связи по пятницам в это время у нас парапсихолог маки волшебник да и смеяться этому не надо елена порезкая прошу любить и жаловать всем привет здравствуйте здравствуйте лен вот думали мы думали насчет того какую тему обозначить дело в том что меня на на мысль навел мой брат он недавно посетил был европе и скандинавии и в такая есть страна исландия он не как-то ну мы там перед переговаривались и он не пишет в принципе он не верит вот во все вот эти эзотерические скажем так темы общим названием там все эти предсказания предвидения когда не включая астрологию не вдруг он пишет а вот в исландии верят все более того дети видят даже каких-то таких сказочных персонажей типа троллей типа эльфов и так далее но мы помним о том что в детстве мы все читали книгу которая называлась снежная королева кай герда снежная королева и там были такие вот сказочные существа это было как раз таки на той территории ну вот давай поговорим об этом то есть вот эти вот так называемые сказочные существа но на самом деле уже обращаясь к нашим радиослушателям на самом деле как это было поговорка да в сказке были в ней намек что-то типа добром молодцам урок молодцам урок да а на самом деле все эти фантастика которая когда-то очень и очень увлекался и вот эти сказки что в общем то та же фантастика но это на самом деле не фантастика на самом деле это был просто это когда-то было но пришли времена когда их люди перестали видеть они существуют они ушли куда-то много было таких сказок я помню там там курица там черная там что-то куда-то там подземелье куда-то уходили и так далее но давай вот об этом поговорим как ты считаешь вот эти сказочные вроде бы существа они на самом деле существует кто-то их видит видишь ли их ты но я во первых не была в асландии да сразу скажу что их верование это их верование но на самом деле все эти в народах как бы сказочные персонажи как их сейчас считают они все были и я считаю что земля раньше была населена различными так сказать народами не только как сейчас на четыре расы мы там разделены до цвет по цветам и на несколько национальности да как бы я считаю что люди на тот момент были на уровне неандертальцев до возьмем такую логику а все остальные как бы присутствовали как вот их запомнили и передали в сказаниях то есть также были тролли гоблины и карлики также были гномы это были различные национальности которых ну как сейчас бы их можно назвать народности до которые имели свой уклад и соответственно они в этом укладе проживали если взять эльфов то сейчас как бы я думаю даже в принципе я считаю что было скрещиванием вот этих всех народов с людьми откуда и появились как бы более развитые экстрасенсорно там или ментально люди и допустим вместе скрещиванность гномов с людьми происходило то соответственно уже в поколениях этих людей больше склад был людей которые чувствовали землю горные породы склонность к золоту да там к ювелирности к ювелирному бизнесу то есть опять же а если посмотреть даже по профессиональным каким-то моментам сейчас то все все что мы имеем как опада каждый из нас можно тоже посмотреть какой части мы гоблины и какой части мы эльфы гномы и так далее то есть все это было если взять что эльфы это вообще как бы такие вот в основном это ну да душа леса я считаю да как бы то есть опять же они были такие разные тоже были черные склонны к оккультным черным практикам современным языком говоря были более белые эльфы то есть можно так их назвать которые ну как бы именно были светлые но кстати что эльфы что гномы что гоблины что тролли они не воспринимали людей и как бы тут вообще идет и стоя исторически может быть что гоблины может быть это были те самые люди которые в ту пору были неандертальцами грубыми тупыми и развитыми на уровень как бы достать жертву какую-то съесть и в общем тут очень много всяких сейчас логикой и развитие логик присутствует какая из народностей присутствует сейчас в людях да если еще взять дальше то я склоняюсь к тому что земля в принципе было не мы не происходили от обезьян опять же мы как бы дети инопланетян опять же да и соответственно все эти вот народности так скажем да гномы эльфы и прочее опять же в русском славянизме это было в русской славянской культуре это были баба яга там лешие домовые да там и прочее все это как бы было достаточно серьезно во все это верят и сейчас кстати многие и все это есть хотим мы или нет но это все присутствует просто на какой земле мы живем в то в те как бы сущности мы и верим которые кстати сейчас присутствуют но более на астральном уровне хотя я считаю что опять же мы могли быть кто-то в прошлом теми же эльфами гномами и так далее и сейчас опять же уже перерождение произошло через много веков в человеческую реинкарнацию то есть опять же это могло быть еще рассматриваться как память прошлых реинкарнации которую человечество осталось на таком уровне сказочности да то есть можно и так рассуждать да как бы ну опять же я сейчас говорю свои ощущения которые у меня очень разбросано потому что единый как бы единого видения в этом нет тут как будто бы совмещается много каких-то вот наложений ситуационных которые от которых все это произошло да и я уже просто говорю вот какое-то свое ощущение видение того что сейчас на данном этапе это присутствует на астральном уровне и также можно видеть лешего и чувствовать его да и также кстати если кто ходил в леса реально особенно если чак леса не понимает реально может быть ситуация где его начинает водить по лесу просто вести причем тропинки реально могут исчезать и чак будет ходить по кругу опять же тут нужно всегда попросить помощи у лешего если есть чем-то отблагодарить да что есть потому что не каждый раз зайдя в лес мы что-то имеем ну то есть это хозяин леса и если он чувствует что человек пришел туда как потребитель как на халявщик особенно если бывают люди которые мусорят то потом соответственно этих людей кстати кармически могут быть проблемы если они допустим на каком-то пикнике в лесу на мусорят и не только от лесников до проблемы но леший как бы он может достать и энергетически и человек потом в своей жизни будет в мусоре жить как бы энергетическом да он этот мусор потом ему вернется вот это как бы насчет лешего да я бы сказала вот возьмем как бы позицию бабы и гида вот это вообще очень интересный персонаж любимая героиня русских сказок назовем это так что такое баба и га у нас это бабушка такая которая живет в избушке на курьих ножках но если взять славянские практики захоронение в свое время как бы хранили близких да на высоких таких домовинках которые были как бы на ножках то есть откуда и пошло вот это вот поверье почему это делали потому что опять же чтобы животные туда не забрались да как бы ну в какой-то степени баба и га это хозяйка леса это хозяйка лесного зверя опять же но есть еще другое предназначение она как бы ну как это сказать проводник душ умерших то есть и если взять сказки то по сути все вот эти вот принципы где она там кого-то купала в баньке и пыталась сесть это все переход в иной мир как бы да соответственно и не согласие там иван царевич и залезть в печь опять же это прежде всего его попытка выжить то есть она предлагает вариант хочет ли он такой вариант или нет и он отказывается соответственно как бы борется за то что он хочет остаться живым но выход в астрал это то что она на метле летает все все уже наверное кто астралом занимается это понимает принципа взлета ступы тот же самый как выход в астрал то есть шум как бы двигателя идет такого или ветра сильного в сознании когда человек выходит через фиолетовую чакру вот и соответственно вот опять же я считаю что она проводник душ умерших это сто процентов и сейчас она тоже есть она как бы стоит на границе мира живых и мир их мертвых и охраняет вход туда до соответственно да и вот ну опять же тут какие-то символы бывает повернуться к лесу задом к к ней передом это тоже как бы символ какой-то присутствует лин я вот такой вопрос хотел задать баба яга и скажем ведьмы это не одно и то же разные персонажи это совершенно разные персонажи ведьмы от слова ведать в славянской опять же идеологии назовем сейчас этой идеологии а не мифологии потому что в россии присутствует родноверие она восстанавливается хоть и сопротивляются ему и власти и рпц очень сильно но все равно родноверие есть мы я тоже как бы склонна к родноверию вот помимо бога тот то который покровитель карт таро да назовем это так и в какой-то степени ведьма от слова ведать просто когда пришло христианство на русь соответственно все славянские принципы были перед перед переночен опять же баба яга у нас плохая да выглядит хотя в принципе она не плохая не хорошая на такая как как какой человек не попадет такая баба яга и будет то есть она зеркало да относительно людей то же самое ведьма это люди которые склонны были к целительству они ведали до древние знания какие-то передавалось это все здесь поколение поколение по женской линии так же как ведьмак передавал только по мужской линии или колдун да и соответственно в какой-то степени не всегда они были плохие да просто в свое время как бы до в древности люди боялись всего что было ну как бы с парапсихологии связано с какими-то возможностями человека и как бы считали это колдовством потому что действительно ведь это погранична мы не можем знать есть чек экстрасенсорен если он там что-то понимает от него может быть и плохо и хорошо потому что не каждый владеет своей энергией бывает родовые ведьмы такого и сейчас называют родовые ведьмы да уже сейчас название это поменялось она стала как бы чуть плохим вот и соответственно есть такие ведьмы которые делают только плохо и они за счет этого подпитываются и к сожалению это люди опять же имеют какую-то энергологику наверно да энергетику из прошлого из прошлых реинкарнации наработок которые заставляют их что-то делать плохое то есть существует в оккультизме да какие-то знания которые если ты не переступаешь черту они дают положительный эффект в развитии да и человеку и окружающим но если человек существует существенно нарушает допустим если он с помощью своих способностей специально сделал какой-то обряд и кого-то убил то он уже встал грубо говоря на путь криминала энергетического да и тут уже все его развитие борется уже с тем опытом который он получил есть чек все-таки черношник то он идет по этому пути получая наслаждение от того что он делает негатив людям опять же это бывает от одержания да бывают люди одержимые какими-то сущностями которые к этому ведут бывает что у человека допустим ограничены какие-то способности предметные да и у него развивается эзотерическая способность это сейчас тоже кстати очень распространено люди бывает не добиваются ничего сидят как бы в какой-то своей зацикленности жизненной допустим у них было родовой негатив по профессиональной сфере чек ничего не добивается и эти люди все равно развиваются энергетически да потому что в какую-то сторону их ведет и они начинают ненавидеть всех успешных людей очень страшно энергии этих людей потому что иногда они начинают просто портить до порчу наводить это делается очень просто человек может даже смотреть с ненавистью на кого-то и у другого человека на кого так посмотрели это уже будет не из глаз а порча да это потому что человек осознанно это делает проводит этот обряд мысленно до желая плохого вот здесь и сейчас в этом мире опять же экстрасенсорно развитого сознания людей как сейчас нужно уметь защищаться ну про по защитным практикам я в прошлой серии говорил до сюжета как лучше защищаться так что вот так вот ну знаешь я полностью согласен насчет того определение то такая ведьма это действительно от слова ведать это ведой это женщина которая знает и эта мудрая женщина это просто и и почему-то ведьма на это на метле почему-то она летает летает она как раз таки потому что она умеет летать это как раз таки нормально же это опять же связано с выходами в астрал опять же если мы посмотрим во что может перевоплощаться ведьма плохой энергетический человек может обращаться в каких-то символических животных которые допустим но это выглядит так вот говорят переходе черная кошка дорогу и надо что-то бояться на самом деле все это не так не надо ничего бояться хотя мы все крестимся прием через левое плечо то мы идем задом или останавливаемся ждем когда более удачный человек пройдет про это через это кошкин путь но я проанализировал всю эту ситуацию я поняла принцип что когда около вас плохой человек это может быть подруга или друг или знакомый и кот или кошка черного цвета абсолютно ниоткуда появившийся показывает вам во первых поэтому можно определить возраст человека до который около вас крутится полого то есть гендерное различие и опять же возраста если кошка молодая и допустим и проявляется вдруг вот не с того вот но не не с чего ты не можешь понять что вот откуда она вышла даже если ты знаешь что это соседская кошка но почему-то именно сегодня она вышла я вот таким образом анализировали действительно потом просматривала ситуации у меня появлялись буквально через недолго там допустим тот или иной человек и я четко сопоставляла с этой кошкой опять же если кошка переходит дорогу это опять же говорит о том что этот чек вам пытается перейти дорогу энергетически здесь нужно отследить этого человека в своем сознании то есть понять кто это и постараться с ним меньше общаться то что это бывает иногда закадычные подруги и друзья называется это заклятые друзья заклятые подруги то есть люди связаны знает что это человек портит их гадит но от разойтись не могут это тоже такое бывает это кармическая связь с прошлой жизни и и и надо развязывать тоже очень аккуратно чтобы не было последствий до каких-либо потому что имеет свои последствия на следующей жизни в этой да и также отражается это все на детях и прочее вот кстати кстати насчет тема о детях тут у меня был спор недавно с одним человеком мы ехали в машине и он мне сказал вот ты знаешь я не верю что дети берут на себя нагрузку которые не правоты своих родителей я говорю ну абсолютно это верно потому что я даже хочу проанализировать какие-то такие ситуации но обратите если внимание все кто что-либо ну плохое делал допустим все их дети потом имеет негатив до какой-то в жизни и по большей мере эти люди ну как бы уху как будто бы на них происходит вот эта отработка за грехи родители опять же назовем это грехами да потому что если в прошлое есть у кого кто-то был там криминальным авторитетом и соответственно опять же идет нагрузка на детей рожденных у этого человека то чем занимался этот человек на той на том уровне отрабатывать могут это дети к сожалению тогда если допустим человек был чиновником коррумпированным то все его дети потом потеряют все что он заработал нечестным путем и будут в очень трудных ситуационных моментах по сути могут даже плохо закончить опять же если допустим человек честно проживает свой путь какой-то то и вкладывает в детей именно честность позиции своей то абсолютно его дети могут нести грамотную позицию такую же и в своей жизни как изменить ситуацию если допустим у вас в прошлом кто-то был негативный родственник здесь нужно отследить путь этого родственника понять чем он занимался и если вы ребенок этого родственника здесь вы не должны нарушать того что сделал тот человек есть это допустим чтобы до встать на более положительную сторону в своем развитии вот предметным и духовным понятно лена я при этом мы немножко отвлеклись от темы да мы об этом мы поговорим наверно отдельно сделаем передачу дорогие друзья кто-то нас слушает сейчас те кто у нас будут слышь слушать позже поскольку все программы записывается не появится в ютюбе не появится фейсбуке даже в контактах они появятся в русском фейсбуке насколько я понимаю вы можете послушав эту передачу ну если вы захотите обратиться к елене обратиться к нам центр сангейтс это тройной w сангейтс radio.com сангейтс radio.com это сангейтс 1 0 8 это наш скайп солнечные ворота на конце буква с по английски сангейтс 1 0 8 но вернемся мы все-таки к нашей теме а наша тема это вот эти вот такие вот сущности я читаю веды есть много книг есть бога вадгита книга часть маленькая махабхараты есть рамая на это все очень серьезные произведения не было ничего до сих пор вот и после и до создано ну вот если мы говорим о махабхарате и там описывается кстати один случай когда вот эти вот мистические существа мы можем еще называть в общем-то говоря эти мы можем назвать и снежного человека которого вроде бы кто-то видел а кто-то не видел и об этом ходят постоянные споры кто это и что это вот прообраз этого снежного человека вроде бы человек в то же время он похож на зверя то есть полузверь полу человек его там была такая история я буквально не буду называть как это все там кто эти люди как их звали ночью ехал принц наследник престола можно сказать как-то по лесу и вдруг откуда не возьмись то есть буквально там из воздуха к нему спустилась на землю он начале подумал что это какая-то птица выяснил что это человек человек это был мохнатый это был какой-то ну вот полузверь полу человек говорил человеческим голосом но выглядел наполовину как зверь как человек присмотревшись он увидел что это была женщина женского пола вот это было существо и и не успел он ничего он сошел с коня и не успел он ничего сделать как это полу так скажем полу человек женщина бросилась к нему обняла его за ноги припала к его стопам и по той традиции по ведической традиции когда такое происходит ну скажем так он обращается человек обращается данном случае это был практически царь что тебе на дом ну и она говорит я хочу выйти за тебя замуж я в тебя влюблена вот он значит посмотрел сами понимаете реакция этого но поскольку тут ничего поделать нельзя традиция есть традиция а тогда люди соблюдали традицию они соблюдали законы тогда сегодня люди не соблюдают никаких традиций к сожалению сегодня люди не соблюдают законы это не потому что скажем это наша не вина это наша беда мы находимся в кассе в калий юге и это называется игнорэнс по-английски называется невежество по-русски то есть человек не знает чего творит ну это дело такое а вот там была вот такая ситуация он говорит тогда пошли во дворец и вот они пошли во дворец и собрали консилиум мудрецов и что же делать как это так тут невесты понимаешь набиваются столько этих прекрасных дев дочерей там царей других и так далее а тут непонятно кто но еще раз традиция с традицией и нарушить традицию это было сначала подвергнуть себя достаточно серьезному риску короче говоря он и не женился можете себе представить и выяснил да и у них дети появились ребенок был мальчик ну который обладал теми же качествами то есть он тоже был весь шерстяной вот он умел летать поскольку тогда люди вот и такие вот умели летать и вот последнее долго не буду рассказывать последняя там была ситуация когда состоялась та самая битва на поле куры кшетра и и попали в окружение вот то есть они сражались на стороне пандовов там пандовы кавравы вот и вот кавравы их окружили и практически ничего нельзя было сделать их было неизмеримо больше и вдруг откуда ни возьмись прилетает да и она ему помогала но вся израненная вот это вот его жена то есть она ну уж понимаете жены они зубами и когтями за когда-то еще было за своих детенышей это есть сейчас но тогда еще за своих мужей вот как декабристские жены ездили за своими мужьями в сибирь сегодня вряд ли кто поедет в сибирь но тем не менее короче говоря она призвала на помощь своего сына тогда телепатия и тогда все что угодно было в общем прилетел этот сын и они умели превращаться мистические совершенства сегодня это называется ситки они умели превращаться очень короче говоря они отступали отступали и там уже в океан и дальше некуда отступать и вот тогда сын взял сделал типа мост и по нему переправился вот этот принц который был уже по сути дела королем короче говоря они погибли его жена и сын бы они погибли но зато спасся вот этот принц а вот такая история то есть это было это было это описывается это не сказка но вот это было давно еще один момент вот давайте мы вернемся есть такие существа их называет эльфы у меня есть знакомый который был на бали и видел этих эльфов эльфов такие полупрозрачные как бы они существа они звенящие все такие с ангельскими голосами но опять же кто-то их видит кто-то их не видит как вы считаете вот скажем я не вижу у вас за спиной кота бублика как-то без кота бублика ну давайте не будем его искать как-то передачи он спать лёг он спать лёг вот странно обычно в это время он там вот за спиной на кресле причем народ не надо будить бублика пускай спит бублик он спит он спит правильно не надо будить его так вот бублики то есть не бублик а коты они видят таких существ это правда ну коты видят и потусторонних существ кто умерший да и когда видится вообще все что присутствует астрально но эльфы если взять эльфов они действительно имеет прозрачную форму они более легкие бывает небольшого роста они обладают тоже магическими способностями умеет воздействовать но опять же белые эльфы они воздействуют в положительную сторону они прекрасные лекари разбираются в травах очень хорошо не любят солнечный цвет цвета вот и особо с людьми не тоже не любят общаться потому что люди только используют обычно их не не давая им взаимно ничего и в какой-то степени было предание что эльфы были в древней вымирающей расой что они потом оставили европу и ушли покинули ее ушли как бы кстати о чем описывает хобби до роман да вот хоббита хоббит и трилогия вот это вот не трилогия сколько их там частей вот но в любом случае там как раз и идет разговор о том что эльфы положительные вот эти эльфы они покинули там свой приют свой лес ушли в другой мир как бы я считаю что они перешли в другой какой-то параллельный мир где их не дергают определенные предметные тупые люди как они нас считают с какими-то непонятными желаниями потому что эльфы абсолютно не меркантильны то есть у них есть все для жизни благодаря их способностям и они так и живут развиваясь всего лишь да и сохраняя природу что кстати люди не делают еще бы я хотел поговорить о вампирах все думают что как бы да что вот этого не было что это как бы может быть это не сказочное существо на самом деле вампиры это не мифологически я считаю что это тоже очень реальные сущности были это скорее всего это почему они сейчас они немножко при приняли другую форму то есть я беру сейчас ранний период когда это все начиналось и когда те же вампиры в средние века там опять активно это было все показано да там и так далее вы я прошу прощения вы имеете ввиду реальных людей не энергетических вампирах это да а это действительно которая пили кровь граф до дракула там все-таки был да вот я имею ввиду что вампиры это существо ночи то есть это другой не национальности как это это инопланетное другой инопланетная как это люди с другой планеты которые вынуждены были также на нашей земле и так как они ночью существовали и соответственно они остались как бы вот на таком ночном уровне соответственно и действительно им нужно было для подпитки так как и наша биохимическая цивилизация наш вот мир да для них не подходил для их биохимии назовем это так вот для их состава там тела но это как все равно что мы на марсе начнем дышать да мы же там не сможем дышать вот тут то же самое и им для этого нужно было именно выпивать как бы кровь именно людей которые связаны с этой планетой по принципу родства да то есть мы можем существовать на этой планете вот эта кровь она их всего лишь выдерживала как бы за счет этого у них потом уже по поколениям пошли позиции что они могли даже делать людей тоже вампирами но опять же я не считаю что это было массово у них тоже были какие-то ограничения и они держались особняком они старались чтобы в их клан много не переходила со с людской стороны но есть опять же учесть что для людей человек который стал вампиром умер то для них он стал реальностью то есть опять же это был мир когда слишком было все вот эти понятия пластилиновы когда можно было шагнуть из ниоткуда и вдруг появится в другом месте там где сейчас это нереально допустим сидя тут допустим шагнуть и оказаться в америке да но абсолютно мы можем только по skype это сделать в те времена такие переходы были потому что сознание людей не знала предметного мира настолько как сейчас мы люди не знали что такое физика и прочее и все это действовало на интуитивном уровне и соответственно все это было более пластилиново гибко и отсюда вот эти люди вампиры как таковы и они в принципе существовали в теневой стороне жизни сознания людей их как бы особо не видели но они могли материализовываться да как бы то есть их тело могло иметь такую вот пограничность да лен ну хорошо вот давайте такой вопрос мы приходим любой человек приходит сюда и существо неважно живое существо приходит в этот мир для какой-то своей цели эта цель ну для этого человека для этого существа для чего приходит в этот мир вампиры только для того чтобы пить нашу кровь или как обычно говорят здесь я считаю что скорее всего вампиры есть и взять все-таки неважно какой мы инопланетные сущности не неважно как то мы как по и с какой планеты да назовем это так и как мы все оказались на этой земле важно что даже реинкарнирование происходит иногда и в инопланетных да как бы сущности я считаю что это какое-то наказание то есть это ну это души людей которые попадают в определенную условность и они не живут и не умирают то есть солнечный свет им смертелен то есть эти люди как бы могут развиваться но все это на уровне тени какой-то ночной образ жизни такой да и по сути получается что это как наказание туда попадают в эту реинкарнацию люди которые сделали какие-то правонарушения причем опять же не всю кровь они могут пить я так полагаю у них есть какие-то ограничения по по охоте за людьми потому что если бы действительно это было так как вот описывает там фильм ван хельсинг да или какого там вот помните бегали вот эти летали и вампиры прямо до граф драку в общем там ужасе были какие-то но я вам скажу что такого не могло быть потому что у них так как это наказание у этих людей тире и вампиров были какие-то ограничительные возможности по использованию своего вот этого нападения на людей как бы то есть они не могли тоже охотиться вот как это фильмах сейчас показывает иногда потому что иначе бы все человечество автоматически стало бы вампирами это же понятно да то есть это кармические такой вот тупиковый путь где зависают люди которые в какой-то прошлой реинкарнации кому-то сделали что-то плохое вот они могут попасть в такую вот тупиковую ветвь развития потому что в качестве вампира ты никуда не идешь есть огромные способности но ты их не можешь предъявить можешь их использовать потому что на том уровне как бы все равно есть идеология которые они не могут перешагнуть их всех связывает кровь ясно хорошо ну мрачные какие-то вещи сейчас мы рассказываем как-то когда эльфы было это было лучше там тоже есть и темные и светлые понимаешь мы говорим мы говорим о светлых мы говорим а вот весна мы с вами уже в этом промежутке времени который остался до праздника 8 марта мы не попадаем то есть наша следующая передача будет через неделю 10 марта а вот давайте что нибудь такое позитивное 8 марта да да с точки зрения парапсихологии какие-то советы советы от парапсихологи елены порезкой всем женщинам к празднику 8 марта если вы прежде всего я вам скажу что 8 марта это не праздник как его сейчас воспринимает женщин это праздник как бы ура равноправия женщин в этом мире потому что на самом деле как бы если вспомнить времена царские да где особенно там в россии я как бы другие страны сейчас не беру где женщина даже не имела паспорта было сначала за отцом потом за мужем и соответственно судьба женщина часто была трагична во многих исторических даже романах мы это читали то есть везде было подневольное вот это рабское состояние вот 8 марта как бы именно был сделан день равноправия женщин равные права женщин в мире мужчин вот чем дело то есть поэтому это прежде всего праздника как бы нашего равноправия а не то что нам должны дверь открывать там и не знаю цветы дарить как бы да это это все но это все понятно я считаю что понимаешь я считаю вообще да что он это неправильно используется сейчас праздник и все сводится опять же молчи женщина вот твой праздник 8 марта а дальше ты бесправно то есть по сути многие в мире сейчас очень понимает это праздник только так у нас в стране кстати многие воспринимает это именно так поэтому я считаю что этот праздник просто дает равные возможные права нам женщинам по возможности выбрать профессию голосовать на выборах там и не знаю ездить на машинах и иметь равные права в профессиональном выборе там идти во власть то есть иметь возможность быть творческой личностью а не сидеть на уровне кухни как это было раньше поэтому этот праздник именно нашего развития прежде всего как женщин в среде вот и все понятно ну на самом деле в общем то уже прошли те времена когда сейчас уже все эмансипированные причем давно феминизированные более того за власть уже даже президентами некоторые женщины борются правда именно почему-то пока еще не дают и почему тоже понятно почему не дают вот можно себе представить что будет если там вот эта женщина дорвалась бы до власти кстати вышел фильм по этому поводу та женщина который ты говоришь и и власть уже там просто была жажда власти самого детства и юности и она к этому стремилась это чисто ее такой зарифмованное желание и благодаря человек рядом с ней стал во власть ушел поэтому я считаю что просто это ее было желание как мы действительно она проводила это было это это понятно мы сейчас не обсуждаем конкретную тем более такую такую такого человека которые публичные известны абсолютно нет и почему и как и мы сейчас говорим только о том что те времена канули в лету как говорится когда женщина была молчи и рядом сейчас она сама может сказать молчи и рядом своему спутнику мужского пола более того спутники мужского пола уже сами становятся женщинами многие из определенное более того из браки даже заключается это вообще нонсенс с моей точки зрения но опять же мы живем в такой мере невежества давайте мы вернемся он пришел бублик я чувствую нет не бублик не бублик хорошо я да ну тем не менее дорогие женщины разрешите поздравить вместе с парапсихологами лены преской разрешите вас поздравить лена естественно и тебя тоже поздравляем поскольку мы то может быть вне эфира там еще встретимся и поговорим но тем не менее вот в эфире всех благ не надо стоять рядом стоять кстати надо вот но приказом уже так скажем не стоит подчиняться в том плане если они действительно являются приказами в общем всего хорошего любви здоровья дорогие друзья если вам будут интересно пообщаться с еленой преской вы легко найдете на территории постсоветского пространства у меня на самом деле даже нету ее координат никаких кроме как ну вот skype средства общения и мы общаемся только вот в эфире наши программы и это это информация которая может быть очень полезной сегодня была кстати интересная информация не не совсем понятным уже не будем освещать этот вопрос вот кошка нам встретилась и мы сейчас будем определять ее возраст поэтому возрасту этой кошки мы будем определять возраст человека который перешел на дорогу это можно попросту сделать передачу по приметам и соувериям кошкам да тем более что возраст вообще сделаем обязательно тем я просто хотел кашу возраст кошки очень трудно определить ну примерно можно примерно ну это вам можно я усмотрел на свою на своего кота ну если присмотревшись к его седым усам присмотреться то можно было определить его возраст а вот если я там издали гляну ну как не понимающие вот то конечно мне сложно определить оттуда сделать вывод кто же это мне перешел дорогу обычно обычно когда такая ситуация с переходом черной кошки или кота дорогу происходит обычно это показывает что человек рядом то есть буквально через какое-то время этот человек у вас появляется здесь я не обязательно вот угадывать точку возраста этого кота или кошки тут примерно видно молодая кошка или код или все-таки чуть-чуть постарше есть 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 проще да есть проще способ я могу сказать сейчас у всех все носят собой смартфон и вот значит видим кошку берем кошку да в смысле берем фотоаппарат фотографируем кошку а потом эту кошку отправляем фотографии имеется ввиду отправляем елене порезкой и она да она элементарно определяет возраст кошки и и пол и после этого вы имеете полную полный анализ того человека который вам собирается перейти дорогу и чё с этим всем делать обычно я это бескошек делаю я просто работал я определяю я понимаю я понимаю но тем не менее как-то подтвердить это но это сейчас мы шутим март месяц в конце концов у нас календарь на календаре уже весна говорят где-то уже тает у нас растаяло все давным-давно у нас было плюс 20 сейчас у нас уже минус 3 ну в чикаго обычно так оно и происходит если вам надо подождать когда потеплеет и снять пальто подождите минут 30 и все будет нормально температура за 30 минут может измениться на раз в 15 наверное но по ференгетту у нас еще мороз на ночи ну у нас тоже пока но вот скоро будет завтра уже будет плюс 7 потом где-то там короче говоря весна идет весне дорогу дорогие друзья спасибо вам что вы были с нами лена спасибо большое как всегда было очень интересно будем так сказать снить есть такой такая этот жарго сленг да снить эльфов как-то мне кажется вот они какие-то такие позитивные на этом да на этом мы заканчиваем нашу передачу всего доброго до свидания успехов всех благ всем пока майкл пока всем пока а